Мы два победителя, мы в России. Антон – большой старый в России. Это хорошая история, для первого раза. Две два в первом месте в москву чемпионов. Мы отдаем должное большой душе нашего французского товарища, нашего кумира. Мартен Фуркат поступил абсолютно по справедливости. Но, наверное, справедливо, что с учетом тех моментов все-таки победитель один. Ну, а сейчас у нас появляется почетный караул. Продолжение следует... Но, опять-таки, с учетом того, что происходит, мы можем быть очень довольными итогами этой гонки чемпионов. Конечно, то, что отметил Фуркат, абсолютно справедливо, когда финишная работа не на жизнь, а на смерть. Шоу-гонка показала, что спортивная составляющая имеет здесь самое-самое большое значение. То, что на финише творилось, конечно, это запомнится у нас на долгие годы. Так вот она. Та самая рота почетного караула. И напоминаю, что продолжают работу здесь, в Олимпийском спорткомплексе, наши корреспонденты. Ну и, разумеется, сегодня, с учетом того, что происходило здесь, в Олимпийском спорткомплексе, я думаю, что каждый, без исключения спортсмен, чувствует себя абсолютно причастным к большому празднику, который в Москве происходил. Ну и, опять-таки, обращая внимание на то, что происходит, зрители молчат, словно спортсмены к стрельбищу подошли. Очень интересный момент. Ну давайте посмотрим на мастерство военных. Мастерство военных. Я отмечаю, что, наверное, 97% зрителей, которые заполнили этот блестящий стадион, то есть из 100% 97% остаются на своих местах в ожидании церемонии награждения. Антон Шипулин, сейчас ему оказывается помощь после падения. Мы рассчитываем его увидеть, но слово-слово Илье Трифонову, и он беседует с Анастасией Кузьминой. Да, спасибо, Дима. Антон сейчас получает консультацию специалистов после своего падения. Настя, какие эмоции испытывала, когда наблюдала за этим вот последним рубежом, последним кругом? Последний рубеж не смотрела так же, как и всю стрельбу, просто отворачивалась, уходила, как обычно, да? Но, по-видимому, немножко не помогло. Антошка молодец, на стойке собрался. И было видно, что силы бороться были. Мы, на самом деле, очень хотели в этом гусе, сильно хотели победить. И было видно, что Антон шел к этой победе. Но вот это падение нам очень сильно помешало, конечно, очень обидно, печально. Но это спорт, конечно, это экшен, поэтому мы так любим биатлон. А вот падение Антона, ты видел его в подробности? Да, конечно, я подбежала, чтобы покричать Антону, сказать, что жду, верю, что давай-давай. И как раз в этот момент, на повороте, когда Фуркат попытался пройти по внутреннему радиусу, как-то у них схлестнулись палки, лыжи, и, в общем, в результате упал сильно Антон. И конкретно, чем ушиб руку, я не заметила, но сразу после финиша было видно, что опухает в то место. А если бы не падение, на твой взгляд, кто бы победил? Я думаю, я уверена, что Антошка. Было видно, что он шел к этой победе. И не только сестра, вся страна в тебя верила. Скажи, что там на последнем круге произошло. И, кстати, сильно ли пришлось ускорять темп стрельбы на последнем рубеже, чтобы догнать Фурката? Да, шел в банк на стрельбе, потому что я видел, что я сейчас устреляюсь очень быстро. Есть шанс его догнать, и есть шанс побороться за золото. Он так и сделал. На свой страх и риск начал очень быстро стрелять. Хотя один-два думал, что будут габариты, и все-таки оставалось только надеяться. Но потом, когда пошли на последний круг, в принципе, шли, силы экономили, потому что сзади никого не было. А про падение поподробнее? Пропадение? Ну, это вполне такая спортивная ситуация. Фуркат, я уверен, что это не со зла, просто хотел по внутреннему радиусу обойти, и получилось так, что столкнулись. Но, я думаю, не судьба. Хотели, конечно, с сестренкой в этом году всех порвать, всех выиграть, но не получилось. Будем стараться в следующем году. На то, что сказать, кто победил? Мы духом с Настей победили, и я уверен, что фуркат, конечно, поступил красиво, что подождал меня на финише, извинялся очень сильно, но я понимаю, что он это не специально. Мы с Настей сегодня победили. Для нас это победа, несмотря на то, что мы будем стоять на второй... За руку держишься. Это почему? Что случилось? Холод придержали. После падения немножко рука опухла, и такой небольшой ушиб, скорее всего. Растяжение? Ну, или растяжение, или ушиб. Первоначальный диагноз поставили ушиб. Ну что ж, мы поздравляем семейство Шипулиных-Кузьминых с призовым местом, и, как они сами сказали, с победой. Дима, тебе слово. Спасибо большое. Ну, что теперь сказать? Фэрплей продолжает иметь место быть на биатлонных соревнованиях. Сегодня так уж получилось, что такую хорошую моральную победу одержали Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин. Но прежде всего, конечно, восхищение и Мартеном Пуркадом в данном случае, как победитель гонки. Он повел себя просто блестяще. Итак, уважаемые друзья, мы продолжаем наш прямой репортаж. Сейчас завершается гонка чемпионов, и сейчас нас ждет церемония награждения. Мы увидим всех тех людей, всех тех героев, которые приехали сюда, в Москву. Давайте смотреть, собственно, как это было, уважаемые друзья. И мы отмечаем, что еще одна российская спортсменка вместе с Зуманом, ветераном из Австрии Ольга Вилухина, сегодня поднимется на пьедестал почета. Причем Ольга с Зуманом показали себя великолепными стрелками. Только один промо. Ну и обратим внимание, что проиграли эту гонку Эмиль Хегли Свенсен, Туро Бергер, а ведь которые, кстати, очень серьезно готовились к этим соревнованиям. Итак, третье место. Вилухина и Зуман. Анастасия Кузьмина. Вот ее атака на позиции Ольги Вилухиной. Ольга сегодня натерпелась от соперниц в данном случае, несмотря на узость трассы, все-таки пытались ее обойти, делали это неоднократно соперницы. Но Ольга боролась до самого конца, реализовался и во полной программе в стрельбе. А вот что касается Шипулин, он просто потрясающе сегодня выглядел вместе с своей сестрой. А сейчас Дмитрий Занин и Ольга Вилухина. Пожалуйста. Сейчас. Спасибо большое, Дмитрий. Ольга уже торопится на награждение, но мы немного ее задержим. Оль, расскажи про сегодняшнюю гонку. Переживала до своего партнера? Насколько была в нем уверена? Ну, конечно, переживала, но... Мой партнер был опытный, спортсмен, и поэтому я очень рада, что мы заняли третье место на самом деле. И удалось справиться с СССРБ, поэтому получаю колоссальное удовольствие от сегодняшнего дня. Замечательная атмосфера, поэтому спасибо. И сейчас я уже, к сожалению, с вашего позволения мне нужно уже идти на... Вопрос. А когда был последний круг, за кого особенно переживала? Шел Зуман, шел Фуркат, шел Шипулин? Ну, я думаю, что мы так и останемся третьими. Почему-то мне так казалось. Хорошо, спасибо большое. Отправились на награждение. Ольга Велохина, бронзовый бронзовый бронзер, смешные эстафеты. Мы продолжаем. Огромное спасибо. Итак, уважаемые друзья, сейчас непосредственно церемония награждения. И все, внимание, на позиум! Марино Рен и Мартен Фуркат. Покажите пьедестал! Обращаюсь я. Да, можно крупным планом. Марино Рен и Мартен Фуркат. Именно они принимают от Андерса Бессеберга, руководителя Международного союза биатлонистов, главные призы. Антон Шипулин! Второе место Анастасия Кузьмина и Антон Шипулин. И так двукратный обладатель Кубка мира, многократный чемпион мира. Олимпийский призер Мартен Фуркат. Многократный олимпийский призер, призер чемпионатов мира Маридора Намер на первой ступеньке. Олимпийская чемпионка, олимпийский призер. Призеры чемпионатов мира Кузьмина и Шипульна на втором месте и призер чемпионатов мира и призер чемпионатов мира и Олимпийских игр Ольга Вилухина и Кристоф Зуман. Они на третьем месте сегодня. Четвертое место! Четвертое место! Дарья Домрачева, Бьерн Ферри и танец. Танец, который так любит исполнять один либо спартнершей Бьерн Ферри. Четвертое место! Тура Бергер и Эмиль Хегли Свенсен. Габриэла Сулкалова и Тарибер. Габриэла победительница, призер этапов Кубка мира, открытия нынешнего сезона. Но выиграть больше бронзовой награды в смешанной эстафете завоеванной на чемпионате мира не удалось. А вот Бергер реализовал себя по полной программе в двух эстафетах и в масс-старте в Чеки. Да, 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 отхожу, все! Украина, Россия! Вита Семиренко и Евгений Устюгов, призер чемпионатов мира и олимпийский чемпион. Евгений Устюгов, призер также неоднократы чемпионатов планеты. Вита Семиренко и Евгений Устюгов. Поздравляет Андерс Бессаберг, поздравляет Сергея Кученко, спортсменов. Валентина Семиренко и Симон Фуркат предпоследнее девятое место занимают сегодня. И замыкают список участников этой блестящей гонки, классно организованной. Я думаю, что третий раз мы проводим гонку чемпионов, но ее уже можно назвать легендарной. Выградная чемпионка мира по биатлону, призер олимпийских игр по лыжам Мири Гёснер. И многократный чемпион мира и Европы среди юниоров, победитель предолимпийской недели в эстафетне, призер Холменколенского этапа Кубка Мира Александр Логинов. Они сегодня десятые, последние, но такие счастливые. Итак, уважаемые друзья, это в начале цветочная церемония, еще впереди нас ждет церемония награждения. Будут вручаться чеки, спортсмены будут вручаться медали. Чемпионов 2013! Ваши аплодисменты! Олимпийский по-прежнему переполнен. И львиная доля зрителей находится сейчас на арене. Все без исключения. Много молодежи машут руками, приветствуют биатлонистов. Это потрясающе. Это действительно большой праздник. Большой праздник. И посмотрите. 20 тысяч евро, ни много ни мало, получают победители. Гонки чемпионов. Достаточно кругленькая сумма. И не только по биатлонным меркам. Общие фото традиционные. Я думаю, что каждый из тех, кто приехал в Москву, будет вспоминать об этом приезде отдельно. Потому что впереди еще насыщенная культурная программа. И впереди вечер в Большом городе. А дальше ночь в Большом городе. Что там дальше будет в Большом городе, история умалчивает. Но я думаю, что каждый из всех тех, кто сейчас на подиуме находится, делает все возможное для того, чтобы и, во-первых, достойно этот сезон завершить. Ну а дальше уже отдых. Дальше формирование новых тренировочных планов. Новые надежды. И уже непосредственная подготовка к олимпийскому сезону 2013-2014. Давайте сделаем небольшую паузу рекламную. А дальше вернемся снова в прямой эфир. Итак, друзья, церемония вручения непосредственно призов дипломов медалей. Первое место. Ну что ж ты, любимчик, ты посмотри, что делает. Срывайся. Ну что, трудно в одиночку забивать, да? Срывайся.